Здравствуйте! В эфире программа «Буду здоров!» с вами Мария Рудая. Сегодня мы продолжим разговор о проблемах опорно-двигательного аппарата и пообщаемся с врачами М-клиник. Напомним, в М-клиник принимают врачи-травматологи-ортопеды, неврологи, остеопракт, терапевт, мануальный терапевт, массажист. Для многих людей заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как артриты, артрозы, хондрозы и сколиозы, а также межпозвонковые грыжи являются не единственными проблемами со здоровьем. Поэтому прежде чем начать лечение, пациент обязательно посетит терапевта, который при первичном приеме соберет анамнез и выявит проблемы со здоровьем. Если будут противопоказания, то сначала человек пройдет лечение, а уже потом начнутся восстановительные процедуры. Например, при гипертонии массаж делать нельзя, поэтому высокое давление корректируют. Так же и с другими заболеваниями. Всем пациентам выполняется электрокардиограмма, сдаётся анализ крови, общий анализ крови, обследуем биохимический анализ крови, это кровь на холестерин, на глюкозу, на гормон, тереотропный гормон, мочевая кислота, функцию печени и почек проверяем также, то есть это АЛТ и АСТ, проверяем скорость кубочковой фильтрации, креатининг. То есть это такие вот скрининговые анализы. И в дальнейшем уже корригируем лечение, стабилизируем давление, только после этого мы уже составляем программу лечения. У некоторых людей заболевания опорно-двигательного аппарата стали следствием малоподвижного образа жизни, а у некоторых – следствием серьёзных заболеваний. Одно из таких – инсульт. Здесь восстановление просто необходимо. Вот если, допустим, взять сейчас нарушение мозгового кровообращения, в целом, инсульт, то, как правило, там, во-первых, реабилитация, она проводится курсами в целом. То есть там первые 2-3 месяца идёт интенсивное лечение, чтобы, не дай бог, нам не повторить, чтобы не было рецидива заболевания. Во время восстановительных процедур поддержать мышцы в тонусе и восстановить человека после травм, операций и даже инсультов поможет массаж. При травмах обычно, или переломах, или чем-то там, черепно-мозговых травмах, или инсультах, те же самые, да, с нарушением мозгового кровообращения. В зависимости, какой инсульт, там есть геморрагический или ишемический инсульт, да, он тоже там расписан по возрасту, согласно. Отсюда, конечно, будет и процесс, скажем, прогноз восстановления реабилитации, там будет, соответственно, конечно, это будет влиять на дальнейшее лечение. В М-клиник работает кандидат медицинских наук, врач-массажист, врач спортивной физкультуры, врач медико-профилактического дела, специалист по опорно-двигательному аппарату Алексей Никитин. О массаже он знает всё. Он рассказал нам, что процедура массажа имеет чёткую структуру. Если брать классический медицинский массаж, да, основу, это в первую очередь, это начинается процедура с поглаживанием, то есть основные такие, да, потом идёт растирание, интенсивные процедуры, там основные приёмы используются на растирание, на разогрев того или иного участка тела, да, чтобы немножко кровь пошла, лимфодренажные сосуды, вот, если лимфодренажная система открылась, вот, соответственно, да. Какой-то обмен веществ увеличился в той или иной области, в том числе и позвоночника, столба, потому что те же самые кости и хрящи, они питаются диффузно, в отличие от мышц, если мышцы приносят кровь, питательные вещества, то там за счёт разницы вот этой температуры, да, питания. И последний уже основной массаж, он начинается, конечно, с разминания, разминания мышц, то есть мы как вот по пирог, идём сначала кожа, под кожу жировая клетчатка, потом мышцы поверхностные, более глубокие, более глубокие, да, которые, и последнее, это всё, конечно, заканчивается, да, значит, вибрационными движениями, похлопыванием, постукиванием, там, поколачиванием, вот, и снова поглаживанием. В среднем на массаж спины уходит 30-40 минут, но эффект, как говорится, сразу налицо. Движения становятся менее скованными, постепенно уходит боль, укрепляется мышечный каркас. Не менее важны для восстановления двигательной активности занятия лечебной физкультурой. В М-клиник также используют аппаратные методы для лечения и восстановления двигательной активности. Аппарат нейростимуляции работает на расслабление мышц позвоночного каркаса, а миостимуляция стимулирует и сокращает мышцы, то есть прорабатывает их. Через электроды подаются импульсы, человек ощущает лёгкий ток. В наших следующих программах мы расскажем о лечении сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Продолжение следует...